Друзья, все готово для обновления нашей операционной системы, нашего ноутбука до Windows 10. Запускаем браузер и в строке поиска пишем «Обновление до Windows 10». Нажимаем Enter и в результатах поиска самая первая ссылка «Обновление до Windows 10 для пользователей с ограниченными возможностями». Хозяйка ноутбука как раз попадает под эту категорию, поэтому мы можем обновить ее компьютер бесплатно. Нажимаем на кнопку «Обновить сейчас». Начинается загрузка файла. Закрываем браузер, переходим в папку «Загрузки». Отыскиваем наш файл. И с помощью контекстного меню, как обычно, запускаем его от имени администратора. Подтверждаем разрешение запуска приложения. По обновлению до Windows 10 принимаем лицензионное соглашение. Продолжение следует... Друзья, установилась Windows 10. Вход в систему выполнен. Установка заняла около часа. Установилась версия Windows 10 Pro. Последняя версия 17.03. Открываем диспетчер устройств. Все устройства имеют драйверы, никаких проблем с совместимостью у нас не произошло, несмотря на то, что компьютер очень старенький. Давайте проверим активацию. Заходим в «Пуск». Выбираем параметры. Обновление и безопасность. Вкладка «Активация». Система Windows активирована с помощью цифровой лицензии. Это говорит о том, что мы можем в любой момент переустановить Windows, не вводя лицензионные ключи. Единственное правило, что операционная система новая должна быть в Windows 10 Pro. Давайте поменяем учетную запись с локальной на учетную запись Microsoft. Для того, чтобы синхронизировались все параметры, выбираем здесь ссылочку «Войти вместо этого с учетной записью Microsoft». Microsoft предлагает ввести логин и пароль. Если вы не зарегистрированы на сайте Microsoft, то предлагаю вам это сделать. Достаточно просто. Ввели логин и пароль. Нажимаем кнопочку «Вход». Текущий пароль Windows Microsoft предлагает ввести в данное окно. Но если у нас нет пароля, то мы оставляем поле пустым. Нажимаем кнопку «Далее». Все, автоматически поменялся статус с локальной учетной записи на учетную запись Microsoft. Теперь параметры будут синхронизироваться. Проверяем, что у нас с жесткими дисками. Открываем проводник. Выбираем «Мой компьютер». Теперь это называется «Этот компьютер». Видим диск C, диск D. Внутри у нас все прекрасно. Диск C остался захламленным. С тем же количеством непонятных папочек. От них мы избавимся. Ну и, собственно, все. Можно продолжать пользоваться операционной системой. Но для тех, кому мало, и тех, кто хочет избавиться от лишнего хлама, от лишних ошибок, которые перешли со старой операционной системы на новую, я предлагаю вам сразу же переустановить операционную систему с ноля. Когда форматируется диск C полностью, убираются все лишние файлы, все лишние программы, все лишние папки, и система становится идеально чистой, идеально новой.